Одним из двух переможцев конкурса «Батюшка года-2018», проведенного на территории краины СНД, стал настоятель Гомельского спаса Преображенского храма, протеерей Олег Кострома. Священнослужитель, узначаливая информационный отдел Гомельской епархии. А кроме того, он створил театральную трупу, где приходжане ладят доброчинные спектакли. У приватности широкий резонанс отремал мюзикл «Не забыть про рожство». Его представляли на сцене университета у города бесплатно. А ледночасово с показом проводилась акция по сбору сродка ухворым детям. Наш корреспондент Марина Джалая сустрелась с зайцом Олегом, испытала, с якими почуттями он доведался об своей перамозе, и, дякуючи чему, она стала махчимой. Шлях до Бога пошелся для Олега Костромы в раннем детинстве. В церкву ходил разом с бабулей. Кажет, что годов 8 он уже проявлял доверие, неподробную цикавость. Ему подобалось приходить на богослужение в храм, надзирать за этим священнодейством, отшувать саму атмосферу, якая пановала на вокал. У 9 годов приходил в Божий дом не только на службы, а ледь допомагать. Ему доручали розну нескладанную для такого взрослого працу. И все он робил задовольнением и великим гонором. И вот зараз отец Олег сам навучает таких же, як сам был неколи. Тых, кто им кнец жить с Богом у сердца. Вы стали одним из тех, кто признан батюшкой года 2018. Как вы думаете, благодаря чему вы были удостоены такого высокого звания? Не собирался участвовать. Я знал, что есть такой конкурс, хорошо все. Но прихожане, которые участвуют в наших мероприятиях, ну, наверное, изъявили свое желание, были неравнодушны к этому. И обо мне написали статью и отправили. Я, ну, шел в конкурс, я даже не наблюдал, честно скажу. И вечером, уже, наверное, часов 9 вечера, я сидел дома, так как по работе мне нужно было проверить почту, проверить социальные сети, Facebook. И я открываю страницу, а у меня на странице написано, что два священника стали батюшкой года 2018. 2018. И вижу свою фамилию. Я думаю, ну, сейчас передать те чувства невозможно, потому что для меня это был, с одной стороны, шок немножечко, с другой стороны, благодарность всем тем людям, которые заметили. Потому что, ну, есть масса священников, приходов, которые делают столько же, делают такие же прекрасные мероприятия. Вот. И благодарен, наверное, прихожанам, потому что их инициатива выступить вот с таким, скажем, предложением, да, на конкурс, ну, вот как-то для меня это все, да и сейчас, ну, странно немножко, волнительно, можно так сказать. И это немножко подстегивает к большим делам. Потому что если тебя так высоко оценили, и ты понимаешь, что ты не достоин этого, то, ну, наверное, надо как-то оправдывать надежды. И сегодня, наверное, я благодарен, что у нас есть Владыка Стефан, его энергия, энтузиазм нас заряжает просто теми добрыми делами, глядя на которые, вот хочется творить, делать, совершать. Он поддерживает, он открыто нас принимает, подсказывает и наставляет. И просто вот хочется в этой команде работать и что-то делать интересное, новое. И такое, знаете, немножко необычное. Люблю что-то интересное, новое привносить вот в церковь, показывать людям. Ну, как, например, мюзикл, автор которого Татьяна Камягина, она с удовольствием с нами поделилась, и мы его поставили. Это достаточно интерактивный был мюзикл, да. Первый год в Гомеле более 4 тысяч человек посмотрело. Это для меня было удивительно. Я думал, ну вот, сейчас будет показ мюзикла, откроется, дверь придет, человек 10, 15, 20. Но когда я вышел в зал и понял, что у нас зал заполнен, 600 мест, и 400 человек еще стоит за дверями, не вошли, я понял, что мы будем его еще и еще показывать, потому что люди ушли, не попавши в зал, уже по технике безопасности. Это для меня был, это, я считаю, самый главный подарок, когда люди хотят увидеть. То есть это востребовано. Сегодня это востребовано. И многие ребята через этот мюзикл пришли, и сегодня они в храме, они трудятся. Именно через мюзикл они открыли дверь в храм. А кроме того, про Тейрей Олег вядомые многими иншими справами. Он инициатор розных велопробегов, утымлику волонтерских, а створенную при храме недельную школу наведывают каля 120 детей. Батюшка заявляется активным корыстальником социальных сеток, где рассказывает об текавых и важных справах, которые делает гомельская епархия. А акции, мероприемства, святы, что ладятся у храма города, безлиц. Дарыш и зараз усих запрашают на калядную казку мюзикла «12 месяцев». Спектакль пройдет с 7 студеня, а 17 години на территории храма «Праображение Господняга». Марина Джала, Яугин Макенко, телерадо и компания «Гомель».